Мечты сбываются у тех, кто в них верит. За время своего путешествия участники кругосветки Седово уже трижды прошли экватор, пересекли линию перемены даты, семь раз обогнули мыс Горн. А еще увидели обратную сторону планеты, французскую Полинезию. И теперь могут сказать, да, мы бывали на Таити. О таком путешествии можно только мечтать. Морское приключение на настоящем паруснике, которому больше 90 лет. По тем уголкам планеты, что просто так не поедешь. Да что говорить о курсантах, когда даже капитан здесь всего лишь во второй раз. Четыре года назад вот здесь вот на паладе становился вот у этого самого причала. Конечно, никогда не думал, что опять судьба забросит в такие дивные места. Городок, столица французской Полинезии. Прекрасный климат, прекрасные пейзажи, прекрасный народ. Ну, в общем, все располагает к тому, чтобы почувствовать себя в районе. Этим курсантам книги о морских приключениях иллюстрируют теперь собственное воображение. Они знают, что такое настоящая островная жара. И на известный вопрос, а вы бывали на Таити, у участников кругосветки есть редкий ответ – да. На Таити я первый раз, но впечатление, как будто бы я здесь уже был, потому что, в принципе, природа очень похожа на ту, которая была на Кубе. Островитянам путешественники тоже в диковинку. Красивому паруснику власти отвели центральное место на городской набережной. На барке в ответ открыли трап и пригласили жителей увидеть поближе легендарный Седов. Улыбчивые таитяне остались в восторге. Видео, видео, видео. Видео. Для русских. Таити, Таити. Великолепно в Таити. Великолепно в Полинезию. А вечером, когда жара спала, экипаж парусника ждал сюрприз от жизнерадостных островитян. Концерт самого популярного на Таити фольклорного ансамбля. В этнических костюмах той эпохи, когда полинезийцы еще не встречались с цивилизацией и вели свою обособленную счастливую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok